Эпопея с ОДН продолжается. В среду представители мэрии, ресурсоснабжающие компанией участковой, вышли с проверкой в многоквартирный дом в Силикатном переулке. Инспекцию интересовали показатели счетчиков на воду, исправность приборов и целостность пломб. Напомним, что ОДН на холодную горячую воду не может превышать 10% от общедомового прибора учета. Между тем, жильцы этой многоэтажки жаловались на завышенные суммы в квитанциях. В ходе рейда было установлено, что зачастую сами жалобщики передают неправильные показания. Нарушение – это некорректное списание показаний, где-то завышение, где-то занижение, ну и попытка вмешательства в работу индивидуального прибора учета. Галина Антипова тоже на счетчик смотрит не всегда. Привыкла платить конкретную сумму. Однако с появлением ОДН отдавать приходится ощутимо больше. Приходили квитанции с декабря, там и январь, и декабрь, и ноябрь. Сильно много приписывали ОДН. Вот я обычно живу одна, трачу три куба, пишу. Всегда пишу три куба. Но я их не трачу, но так уж пишу. И вот сейчас у меня вышло, что я уже написала больше. А платить приходилось всегда за восемь, за семь с половиной кубов. Шесть даже ни разу не платила. Всегда вот столько приписывали. Правда, за последний месяц пенсионерки принесли квитанцию с корректировкой и 400 переплаченных ей рублей списали. Люди пожилого возраста, поясняют инспекторы, самые дисциплинированные платильщики. Наибольший интерес вызывают квартиры, где зарегистрирован один человек. Часто бывает, что там живет квартиросъемщик. И моется он там не один. А платят, предположим, по нормативу. Отсюда и берется высокий показатель ОДН у добропорядочных пенсионеров. Пока участковый просто переписывает такие квартиры и количество реально проживающих в них. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.